Здравствуйте! В студии Елена Кузьмина. В эфире информационный выпуск Ленинградской областной телекомпании. Новости, факты, комментарии, репортажи наших корреспондентов. В Выборге состоялось торжественное открытие завода по производству свечей. Новая компания – часть немецкого семейного бизнеса с многовековой историей. Благодаря этому инвестиционному проекту в экономику региона удастся привлечь около 450 миллионов рублей и создать 250 новых рабочих мест. Никакого перерезания ленточки. Здесь только зажигают свечи. На заводе по их производству все очень символично. Хотя проект заработал еще в июне прошлого года, к концу 2014-го здесь уже выпускают чайные, ручные, прессованные свечи. Общий объем поставки в страны Скандинавии только уличных составил 15 миллионов штук. Это только начало, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире и непростые отношения с Германией. Чего греха таить? Понятно, что та ситуация, которая сейчас складывается и с точки зрения политики, и с точки зрения падения спроса на многие товары на территории Таможенного союза, это, конечно, не добавляет оптимизма потенциальным инвесторам. Но мы видим, что как собственники этого предприятия, так и собственники многих других иностранных предприятий продолжают реализацию ранее начатых инвестиционных проектов. По словам учредителя завода Мартина Винера, их производство – типичная компания среднего размера, потому и работают они везде, где захотят. Сегодня у них уже открыты дочерние компании в Китае и Польше. И вот пришло время для России. В качестве материальной мотивации – неплохая заработная плата для Выборга. В среднем это 35-37 тысяч рублей. Плюс новые рабочие места с расширением производства. В 2015 году здесь намерены выйти на полную мощность. Сегодня это лишь 65%. Основной материал, из которого делают свечи – парафин, доставляется сюда из Ярославля и Нижнего Новгорода. А вот фитиль на родных просторах найти не удалось. Его сюда поставляют из Германии. И отличает его особенность включения нити и качество хлопка. Для того, чтобы каждой свече можно было применить сочетание «немецкое качество», контролю подвергается все – от внешнего вида и времени горения, до количества появляющейся копоти и высоты пламени. Появление такого серьезного производства в Выборге и в сжатые сроки стало возможным во многом благодаря усилиям фронт-офиса Ленинградской области по взаимодействию с инвесторами. С самого начала прихода предприятий на территории области консультации. Консультации относительно того, как переводить земельные участки, как получать налоговые льготы. Какая налоговая система в Российской Федерации и Ленинградской области шли именно через фронт-офис. Надеюсь, что эта поддержка действительно была полной, действительно была полноценной. Вдобавок к этому, планируется, что новое предприятие подаст заявку на получение налоговых льгот. И будет 4 года получать льготы по налогу на имущество в размере до 0% и по налогу на прибыль до 13,5%. Сделать Новый год волшебным и запоминающимся – вот задача, которую ставили перед собой организаторы фонда «Большая медведица». На экскурсии ребята из детских домов и коллекционных школ нашего региона смогли узнать много нового о самом знаменитом музее Северной столицы. Вы знаете, что Эрмитаж – это один из самых больших музеев мира, а кто-то знает, что в этом году у Эрмитажа особый день рождения. Кто знает какой? Видите, какие дедушки подготовленные? Это вы их подготовили такими. Эрмитажа в этом году исполняется 250 лет. Академия русского балета имени Вагановой подготовила для ребят особый сюрприз – самый новогодний и сказочный балет «Щелкунчик». Для нас большой праздник, потому что 250 лет Эрмитажу, но на самом деле под этим замечательным залом находится настоящий Петровский дворец, где когда-то, 277 лет назад, родилась Академия. Она родилась здесь, в Эрмитаже, здесь началось балетное образование. И вот все, что вы увидите, все замечательные детки, которые будут сегодня танцевать, вообще эта профессия начиналась здесь. Конечно, ни один праздник не обходится без подарков, а потому никто из маленьких друзей Эрмитажа не ушел в этот день с пустыми руками. 11 памятных километровых столбов вернули на дорогу жизни. В 47-м регионе ведется полномасштабная работа по реставрации монументов «Зеленого пояса славы Ленинграда». К 70-летию Победы все они будут приведены в порядок. Под давлением воздуха песок сбивает со столба, облупившуюся штукатурку и многолетнюю грязь. Свой первозданный вид символ героизма и Победы обретет через неделю. Именно столько времени нужно, чтобы восстановить детали, произвести гидроизоляцию, наложить грунт и покрасить. Сейчас бригада трудится одновременно над двумя десятками столбов. Комплексная работа экономит время. Проходим ремсоставами. Сначала грубой фактуры, например, если есть большие сколы, причем очень много столбов, которые подверглись или самому разрушению, или вандализму. Углы отбитые, у кого-то даже звезду оторвали на столбе. Кому она, конечно, как ее унести, она тяжелая. Ну, кто-то унес, видимо. За 50 лет объекты культурного наследия федерального значения ни разу не ремонтировали. Весной 2014 года по инициативе губернатора Александра Дрозденко часть памятников «Зеленого пояса славы Ленинграда» была передана в собственность региона. В рамках исполнения поручений президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина было принято решение о том, что все данные объекты переходят в собственность Ленинградской области и создается отдельный музей государственного учреждения, музей дороги жизни. На сегодняшний момент ведется работа по регистрации данного государственного учреждения. В рамках выделенных средств на 2014 год, это 48 миллионов, было заключено два государственных контракта, куда вошло порядка 11 объектов мы реставрируем. И километровые столбы – это как один объект. Изначально ремонтировать памятники планировали без демонтажа, прямо на обочине. От идеи пришлось отказаться. При выставлении столбов одиночных тепляков, к сожалению, утром мы приезжали и не находили ни лесов и ни тепляков. То есть местное население аккуратненько все это снимало, разбирало, использовало в дальнейшем своих нуждов. Поддерживается температурный режим в пределах 20 градусов на дороге бы мы этого не добили. Они вчера еще были мокрые. Вот вчера мы завезли сюда, опустили 6 столбов. Они были еще вечером, еще все текли. Сейчас более-менее все просохли. После реставрации памятные столбы приобрели свой первоначальный вид. Изменился лишь только цвет фона надписи. С серовой на черной, чтобы она читалась лучше. Все 43-километровых столба будут отреставрированы и возвращены на дорогу жизни к середине декабря. Работа над остальными памятниками Великой Отечественной войны, расположенными на территории Ленобласти, закончится к апрелю 2015 года, накануне 70-летия Победы. Торжество восточной мудрости и физической силы в Ленинградской области прошел традиционный открытый чемпионат по ушу на Кубок Всеволожска. 150 спортсменов от 7 до 25 лет со всего Северо-Запада соревновались за звание лучшего. Яркие костюмы, предельная сосредоточенность и внутренняя гармония. Таким увидели чемпионат ушу жители Ленинградской области. Несмотря на то, что в нашем регионе этот вид спорта еще достаточно молод, у него уже появилось много последователей и поклонников. Современное ушу делится на множество направлений. Одни представляют собой спортивные спарринги, другие – последовательные комплексы движения с оружием и без. Судьи оценивали и техническое выполнение элементов, и артистизм исполнения. В погоне за высшими баллами некоторых юных мастеров ушу настигало волнение. Не все могли с ним справиться. Я в одном месте запнула и упала чуть-чуть. Прыгнула, несмотря на то, что было скользко. Да, я довольна своим выступлением и то, как начались эти соревнования. Все получилось, потому что мне понравилось, потому что я люблю спорт. Завершились соревнования показательными выступлениями. Многие из гостей турнира уже добились признания в спортивной среде и не понаслышке знают, как добиться успехов в ушу. Желательно заниматься просто с самого детства, потому что ушу, сейчас особенно современная ушу, наполнена различными акробатическими элементами. Какими качествами? Ну, в первую очередь, это все те качества, которые должны быть в любом виде спорта. Это терпение, настойчивость, целеустремленность. А так, сила, выносливость и так далее, это уже придет с тренером. Абсолютно все юные спортсмены получили призы, кубки и дипломы. Ведь самое важное в искусстве ушу – это победа не над противником, а над собой. Это был информационный выпуск Ленинградской областной телекомпании. Всего вам самого доброго. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова